Не надо смотреть, уже насмотрелись, уже делать надо. Жители Каменки возмущены нынешним состоянием улицы Алиме-Абденановой. Из-за ремонтных работ на улице Сельская все машины едут по параллельной, хотя никаких ограничивающих движений и скорость знаков на улице Алиме-Абденановой не установлена. Машины едут круглосуточно. Здесь проезжают и легковые автомобили, и грузовые, и даже общественный транспорт. А местные жители вынуждены дышать столбом пыли от непрекращающегося транспортного движения. Машины летают, я не могу выйти с ребенком на улицу, у нас нет ни одной площадки детской в Каменке. Вот где нам быть? И во двор не выйдешь, пыль, столбом, и здесь то же самое. Сейчас пойдут дожди, здесь будет колея. До этого была пыль, теперь колея. Будут вязнуть здесь все эти машины, а мы будем тут это месиво месить. Я не знаю, пусть сначала надо было подготовить эту улицу. Решить проблему жители Каменки предлагают так – засыпать дорогу асфальтной крошкой от центральной улицы микрорайона. Вот давайте с завтрашнего дня, что снимаете, все на нашу улицу. Договорились? Договорились. На время ремонтных работ по улице Сельской все машины будут проезжать по этой параллельной улице. Это согласно контракту до конца года. На участке работают 14 строителей, 3 единицы техники. Работы по бордюрам и тротуарам завершены на 80%. Сейчас делается монтаж бортового камня, устройство основания под тротуары, установка поребрики. Улица Алимеб-Денанова – единственная дублирующая центральную улицу. Здесь еще прокладывают сеть канализации. Такой поток машин затрудняет выполнение работ. Мы проговаривали, да, этот момент. То есть мы, в принципе, были против, потому что мы прекрасно понимаем, что такое, когда еще транспорт, да, и строительная техника нужна для передвижения экскаваторов. То есть, ну, тем не менее, все-таки, я понимаю, что приняли решение и пустили транспорт. Естественно, это будет замедлять на выполнение строительно-монтажных работ. А вот в администрации Симферополя нам рассказали, что на такой объезд ремонтируемого участка официального согласия не давали. Ну, администрация не разрешала. Ордер официальный не был открыт. В администрации заверили, что это временное неудобство, которое нужно просто переждать. Но местные жители намерены обратиться к главе республики, если подрядчики не успеют в срок сдать объекты. По теме Сейдамитова, Рафаэль Вахедов, Дмитрий Незовой, телеканал Меллет.